Всем привет, с вами Василиса, и сегодня я хочу с вами поговорить насчет эмиграции и эмигрантов. Сначала я расскажу какие-то элементарные вещи по поводу эмиграции, что можно знать, потому что этот вопрос часто меня спрашивают. И далее мы немножко почистим косточки, пообкладываем косточки эмигрантам. Хочу напомнить, что я как раз живу в Чехии и являюсь в некотором смысле эмигрантом, хотя мне это слово достаточно не нравится, не знаю почему. Ну вот просто такое мое предубеждение некоторое. И, конечно, я имею право какие-то делать выводы и как-то сравнивать это с чем-то. Итак, давайте начнем. Первое, я хочу сказать, что перед тем, как ехать в другую страну, вам нужно обязательно подкопить денег. Это мое личное мнение, как хотите, конечно, но без денег в другой стране, конечно, делать нечего. Почему? Потому что есть очень много расходов, которые вы не можете заранее просчитать. Такие как купить страховку, какая будет страховка. А, допустим, если вы уже арендовали квартиру или купили квартиру, то все равно какие-то будут нюансы. Я думаю, что вы знаете, когда вы едете в другую страну или даже в другой город, вы не можете конкретно рассчитать какую-то стоимость, сколько вам нужно денег потратить, сколько вы потратите денег. Поэтому, конечно же, лучше всего иметь деньги в запасе. Далее, перед тем, как ехать в другую страну, конечно же, выезжайте из своей родной страны. Перед этим изучите обязательно форумы, изучите блогеров на ютубе, которые часто снимают различные страны. Изучите, что говорят. И больше форумы, конечно же, потому что на форумах пишутся какие-то и негативные стороны другой страны, и негативные стороны везде есть. Поверьте мне, не только все солнечно, как снимают блогеры, потому что если блогер будет снимать какие-то негативные стороны, начинают сразу клевать этого блогера, что вот он осуждает, где он живет, ну и так далее, и так далее. В этом качестве все блогеры пытаются снимать, откроем большой секрет, позитивные вещи, чтобы их меньше клевали и как-то осуждали. Заранее подготовьте себе работу. Мне сейчас пишет один мой подписчик, он переезжает в Чехию, и, конечно же, он заранее хочет приехать, заранее посмотреть себе работу, присмотреть. Он уже заранее выписал себе фирмы, все сделал, в общем, правильно. Приедет сначала на какую-то, может быть, недельку, посмотрит, обойдет об отодателей. И, конечно же, если уже найдет себе какую-то стабильную работу, на которую он может приехать, то он, естественно, уже будет переезжать, уже смотреть квартиры, машины и так далее, и так далее, и так далее. Просто так переехать, опять же, нужен достаточно большой такой вот пресс денег, чтобы взять и просто приехать, купить дом, купить квартиру и жить себе хотя бы годик в таком кайфе, можно сказать, и рассматривать внутреннее состояние этой страны, как люди живут, присматриваться и так далее. Тебе такой путь уже сделаете, и потом уже по этому пути уже на готовое приезжаете. Также вам нужно будет сделать жилье, естественно, потому что без жилья куда вы. Арендовать можно везде квартиры, опять же, надо смотреть районы, куча нюансов, огромное количество нюансов по Америке, по Европе, по Чехии. Смотрите, у меня я постоянно снимаю видео про недвижимость, про покупку недвижимости, аренду недвижимости, где мы что-то арендовали, снимали. То есть вот по максимуму пытаюсь информацию, конечно же, вам преподнести. Вот, но жилье можно подготовить, в гостиницах жить достаточно дорого, проще арендовать на какой-то маленький срок квартиру. Кстати, в Америке, посмотрите, во Флориде, я знаю, точно маленький срок очень сложно арендовать, поэтому лучше свою гостиницу, конечно. Ну, вообще, такие вот нюансы, нюансы, нюансы. Я говорю сегодня, в общем, о всех странах, поэтому, конечно же, сами думайте насчет каждой страны по-своему. Я бы еще вам дала бы совет, конечно же, иметь какие-то друзей в стране, куда вы едете. Почему? Потому что элементарная даже вещь, где сходить лучше в магазин какой, где там дешевле, где лучше, к примеру, или там парикмахерскую, где лучше найти. Это такие советы может дать только какой-то знакомый, либо друг, который обязательно уже живет здесь, который вам может дать этим навод. А далее, что, естественно, и самое элементарное, можно знать язык, выбирать страну, по которой вы знаете язык. Не выбирайте страну, где вы вообще не знаете языка. То есть, если вы знаете английский, то выезжайте в англоязычную страну, но обязательно. Но знайте, что тоже надо знать нюансы, потому что, в Флориде, процентов 50, наверное, население разговаривает на испанском языке. Далее, знайте сразу, что не будьте людьми в розовых очках, и жизнь отличается, в любом случае отличается жизнь от вашей жизни, в которой вы живете в вашей родной стране. Почему? Потому что менталитет, естественно, другой, это тоже огромнейший фактор. Не забывайте, люди все разные, страны разные, менталитеты разные. И нельзя так приехать, не учить язык, ну, как здесь у нас часто, не учат язык, чехи очень сильно нервничают. Нельзя приезжать в Тул с самоваром, со своим уставом. То есть, никто не будет к вам прислушиваться как-то, вот у нас так, значит, у вас должно быть так. Я встречала в Америке людей, которые прожили более 33 лет там, и все равно встречается иногда. Это очень редко, но все равно встречаются такие вот нюансики, когда некий дискомфорт, да, что вы к нам приехали. Почему вы не знаете в идеале английский язык, да, то есть, бывают такие вопросы. Вы же здесь так долго живете, почему вы не можете потрудиться пойти, учить язык? То есть, бывает, хотя люди все во всем мире очень доброжелательный народ, все очень всегда открыты, но бывают вот такие вот нюансики. Поэтому помните, что жизнь всегда отличается. Приступим к обгладыванию косточек иммигрантам. Хочу сказать вам правду, конечно, я пытаюсь в своих видео донести до вас правду. Надеюсь, я не буду осуждена за это, но факты остаются фактами. В эмиграции чаще всего нет той дружбы, к которой мы привыкли, нет той открытости души нараспашку, как мы привыкли, нет такого огромного сочувствия, если человек в горе или в радости. Этого нет. Есть, да, есть знакомые, есть друзья, но они немножко с другой стороны, они немножко другие отношения. Это я вам сейчас могу сказать. Не могу вам четко объяснить, обижать никого не хочу, своих друзей, и я ни в коем случае ничего против не говорю, но это некая другая дружба. Не та дружба, к которой мы привыкли с детства. Не поплакать с подругой, грубо говоря, там из-за какого-то твоего горя, или там из-за какой-то огромной радости прыгать до потолка. Здесь никто в эмиграции не будет. Все люди живут семьями. В Европе, в Америке, все более такие семейные люди. Семья – это главное, не дружба, как у нас это принято. С детства можно сказать, что друзья – это все. Нет, в эмиграции все живут такими закрытыми группами, своими семьями. И вот в этой семье как раз таки, и можно сказать, капошатся. На самом деле это классно, это круто, что семья – это самое главное, что есть в человеке. Далее, хочу сказать, развеять мифы и одновременно сказать, что да, так оно и есть, что многие эмигранты живут на пособие. Да, так оно и есть. Скорее всего, на пособие по безработице, наверное, так. Так, да, живут, у нас есть такие знакомые, которые живут не в Чехии, тоже в Европе на пособие, где заработятся, достаточно хорошо себя чувствуют, зарабатывают 300 евро на человека, и живут, и радуются этому, и гордятся этим. Я не вижу, чем здесь можно гордиться, если честно. И, конечно же, все страны, в том числе европейские, европейские в первую очередь пытаются прикрыть эту лавочку, потому что человек просто сидит, ничего не делает, и кому нужен в стране безработный человек, еще и эмигрант. Да, он уже получил гражданство, да, давно уже сидит, но кому это надо? Никому это абсолютно не надо. Поэтому, конечно же, это пытаются прикручивать, гайки закручивать. В связи с этим, многие люди, это следующий пункт, который вам я хотела рассказать, иммигранты, они, конечно же, если вы приедете к ним в гости, то вы увидите прекрасную жизнь достаточно. Вам расскажут, вам покажут, вот у меня машина, вот у меня квартира, вот у меня то-то-то-то-то-то-то, я такой крутой, классный пелец, или которые приезжают, эти же иммигранты приезжают в нашу страну. Опять же, не все иммигранты. Я рассказываю про большинство, о которых вы везде на форумах пишете, что вот, живут на пособия, там, ла-ла-ла-ла-ла. Есть такой фактор, да, и эти люди, большинство иммигрантов практически, я бы сказала, все иммигранты, они пытаются жить для всех немного лучше, чем есть на самом деле. Почему так? Потому что, конечно же, хочется быть успешным человеком, Конечно же, хочется, чтобы люди все смотрели, а, вот он так классно уехал, в другую страну так классно живет. У любого человека есть такое показатель в характере, внутри, есть показатель, наверное, лучшую жизнь, чем есть на самом деле. Лучше одеть поярче, господи, посмотрите на меня, поярче какую-то красивую жизнерадостную одежду, чем быть каким-то серым мышкой. Лучше хоть как-то накрасить, допустим, как я это делаю, я хоть как-то крашусь, хоть как-то причесываюсь, чтобы выглядеть достаточно приятно другим людям. Хотя прекрасно вы понимаете, что могу встать с утра, не накрашено, у меня будет вот так вот на голове просто. Это нормально для любого человека. Так я уже говорила, все живут в кредиты, большинство, практически все живут в кредиты. Ой, есть немножко, видите, как волосы немножко, это и все. Ну, так же мы все люди. Мы все люди, не делайте вид, что где-то там в Америке, в Европе все какие-то с нимбами ходят на голове. Все люди, везде жизнь одинаковая, я вам открою огромный секрет. Итак, дальше. Кредиты, конечно же, многие живут в кредиты. Чтобы не жить в кредиты, надо накопить достаточно денег. Ну, это факт. Большинство мигрантов живут диаспорами. Есть армянские диаспоры, русские диаспоры, дагестанские диаспоры, украинская. Вот в Чехии очень нравится украинская диаспора. Живя здесь, вы будете, скорее всего, потихонечку входить в эти диаспоры. Либо войдете уже так, приехали и войдете, либо будете узнавать всех. И вот в этой всей диаспоре все общаются, все это друга знают. Есть небольшой город, то, что у нас в Праге, в других городах. То есть, ну вот, все общаются. Кстати, еврейские диаспоры очень в Америке развиты. Как-то так получается, я не знаю. Поймите, что местное население, разный менталитет. И не всегда вы найдете со всеми общий язык, не всегда вы сможете со всеми общаться. То есть, ну, выйдя на улицу, там, встретить девушку с коляской, если я иду с коляской, я могу спокойно с ней поболтать. Мы с ней останемся в хороших отношениях. В следующий раз встретимся тоже самое, пообщаемся. Но так перейти прямо на какую-то очень тесную дружбу. У нас есть друзья чехи, 100%, могу сказать. И хорошие друзья. Но их не так много. Хочу еще открыть секрет, что большинство мигрантов зарабатывают на своих же деньги. К примеру, посмотрите форумы, сайты, интернеты, блогеры. Никого не сужу ни за что. Это вполне нормальное явление. Но это факт, который остается фактом. Люди, которые живут в другой стране, конечно же, хотят зарабатывать деньги. И на чем можно зарабатывать? Предоставляю услуги своим же, переводы, организация чего-либо, продажа чего-либо, услуги, породы в Майами. Это все можно делать и сами, но, конечно же, с другой стороны, страны это все организовать достаточно сложно. Поэтому, конечно же, люди платят деньги, достаточно маленькие, обращаются к людям, которые переехали уже в ту страну, куда они едут. И чтобы они организовали этот весь процесс. Ничего в этом страшного нет. Но тоже не забывайте про эти факторы. И если вы куда-то собираетесь приехать, то я бы, конечно, дала бы совет, если у вас такая работа, начать бизнес на своих же. И хотела бы вам еще, это я сегодня вкратце так пытаюсь вам объяснить элементарные вещи, о которых немножко люди забывают, которые переезжают, пишут одно и то же, спрашивают одно и то же, сколько нужно денег. В каждой стране по-разному нужно денег. Нужно денег вести с собой в запас. В общем, ребята, я сегодня много наболтала. Хотела бы вам сказать, переезжайте в другие страны, если вы хотите, но хотела бы посоветовать переезжать вам туда, куда ваша душа стремится. Не туда, куда все пишут, вау, там классно, там супер. Приедьте, посмотрите, присмотритесь, именно пожить, именно конкретно, но чуть-чуть пожить, вы только после этого принимаете решение, куда вам ехать. Потому что одно дело, что вам может рассказать друг, сосед, блогер, другой человек, другое дело уже вы. У каждого душа своя, у каждого понятия своей жизни. И только вы можете принять решение, куда вам ехать, в какую страну, Европа, Америка, Азия. Всем желаю отличного настроения. Ребята, будьте более открыты миру. Мир настолько добрый, настолько открытый вам всем. Всем отличное настроение. Собирайте, покупайте чемоданы, уезжайте, если вы это еще не сделали. Или оставайтесь у нас в прекрасных наших странах, замечательных наших странах. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. Наши страны тоже родные нам всем, они родные самцы навсегда. Ну, а так, приезжайте путешествовать, давайте дальше путешествовать. Нас ждет много еще всего интересного. Напоминаю, что Америка у нас понедельник, Европа у нас четверг. И я оставляю с собой право, когда хочу, тогда выставляю любые видео, неинтересные. Все, всем пока!